Всем привет! Меня всё ещё зовут Саня, но если удобно, можете называть меня Мистер Бройлер. А это десятый выпуск рубрики Полисборники, в которой я рассказываю о различном гиковском барахле, которое у меня есть. Я хотел сделать этот выпуск каким-то более-менее торжественным, потому что он всё-таки первый полноценно юбилейный, но, к сожалению, не получилось. Вообще, я рассчитывал снять про что-то, может быть, про что я ещё не рассказывал в этой рубрике, но, опять же, повторюсь, к сожалению, эти планы у меня сорвались. Так что эту идею я переношу на какой-то будущий выпуск, скорее всего, на пятнадцатый, чтобы это хоть как-то оставалось символичным. Ну а сегодня предлагаю снова посмотреть на часть моей коллекции игр для PlayStation 4. И первая игра, на которую сегодня посмотрим, первый диск, на который сегодня посмотрим, будет относиться к серии игр, для достаточно давней серии игр, про которую я рассказываю чуть ли не каждый выпуск. И эта игра Resident Evil 3 Remake. Прежде чем начну рассказывать про саму игру и прежде чем мы заглянем во внутренности этой коробки, хочу сделать небольшую оговорку, ну и в том числе рассказать некую историю со своей позицией относительно моего текущего коллекционирования игр на PlayStation 4. В тот день, когда PlayStation 5 поступила в продажу, я забрал её по предзаказу и в этот момент решил, что больше не буду покупать диски на PlayStation 4. То есть с того момента я стал покупать диски только для PlayStation 5, а игры на PlayStation 4, коллекцию на PlayStation 4 посчитал завершённой. Правда, всё ещё оставалась проблема с тем, что некоторые игры выходили в физическом варианте только на PlayStation 4, то есть у них не было нативной версии для PlayStation 5, ну или может быть в каких-то редких случаях, просто по какой-то причине не делались именно коробки под пятую плойку, и я решил, что такие игры я буду покупать в цифре. Ну а если всё-таки выбор был, то есть можно было купить и на PlayStation 4, и на PlayStation 5, то я, конечно же, покупал коробку для PlayStation 5. Но в какой-то момент мне пришлось сделать несколько исключений, о каждом из которых я сегодня расскажу. И как раз первая из них — это Resident Evil 3 Remake. Вообще, эта игра у меня была ещё в момент её выхода. Я покупал также дисковые издания, проходил эту игру на релизе, но после этого я избавился от диска, продал её на вторичном рынке, потому что, ну, были у меня к этой игре некие вопросы, и я посчитал, что за её немалую на тот момент цену всё-таки я не сильно хочу оставлять её в своей коллекции. Но со временем моё отношение к этой игре поменялось, я всё-таки понял, что эта игра мне больше нравится, чем не нравится, и поэтому, и в том числе ещё и потому, что она стала восприниматься мной как что-то, что дорого мне как память, я решил, что нужно купить её повторно, тем более, что когда я это решил, то она уже стоила не так дорого, как в момент выхода, и именно поэтому я заимел её себе во второй раз. Сейчас я уже с уверенностью могу сказать, что эта игра отличная, что она мне нравится, пусть она и уступает ремейку второй части, который выходил вот прямо перед ней. Если я не ошибаюсь, между ними прошёл вот буквально год, то есть тройка довольно быстро появилась после выхода второй части, но, к сожалению, в этой игре есть немало спорных решений, разных неоднозначных моментов, вроде того же самого Немезиса, который по сравнению со своим предком в лице мистера Икс деграднул в плане поведения и уже не вызывал тех эмоций, которые вызывал мистер Икс. То есть вот такие вот моменты вроде этого, они сильно, скажем так, от этой игры вот в первый раз, когда ты вскоре после Resident Evil 2 ремейк в неё играешь, они отталкивали, но, тем не менее, здесь есть одна очень сильная сторона, которая всё это, в общем-то, делает не таким уж важным. И я говорю про сюжет. Сюжет в этой игре просто отличный, по-моему, он лучший среди всех частей Resident Evil, в которые я играл, а я играл во все, как минимум, номерные части. И, блин, здесь он настолько шикарный, что я в конце буквально пустил слезу, что в плане Resident Evil со мной достаточно нечасто происходит, если вообще когда-либо происходило, но вот сходу я не могу про это вспомнить. И это очень серьёзный лично для меня показатель. А с учётом, что я вообще как бы считаю себя фанатом этой серии, большим фанатом этой серии, просто было бы странно иметь все остальные номерные части в коллекции, но почему-то не иметь именно ремейка третьей части. Плюс здесь отличная графика, даже лучше, чем в ремейке Resident Evil 2. Тут, в принципе, изменена структура игры. Она, ну, конечно, сильно напоминает то, что сделали перед этим, перед этой игрой, но у неё есть свои, скажем так, у разработчиков этой игры был свой взгляд на то, что в ней происходит. И в некоторых аспектах она довольно-таки самостоятельная. Поэтому, в общем-то, это ещё один аргумент, который заставил меня передумать никогда не иметь этой игры в своей коллекции. Ну и ещё такая, может быть, не самая важная причина, по которой на эту игру стоит как обратить внимание, так и относиться к ней, скажем так, с не меньшим уважением, с не меньшей любовью, чем к каким-то другим удачным представителям серии. Это главная героиня. В этой игре нам впервые представили новый дизайн классической протагонистки серии Jill Valentine, и она здесь просто прекрасна. Если вы вдруг не знаете, кстати, её внешность позаимствовали у нашей российской модели Александры Зотовой, и я хоть и не считаю, что это что-то прям такое, не знаю, определяющее, но, тем не менее, это очень прикольно, это как-то, не знаю, сближается с этим героем дополнительно, и она здесь получилась просто шикарной, как по визуалу, так и по характеру, ну и вообще в целом всё, что связано с Jill в этой игре, просто, просто 10 из 10. Ну и хочу ещё пару слов сказать про мультиплеерный режим, который был в этой игре. Его даже представили на самом деле раньше, чем саму игру, то есть Capcom представила трейлер некого Resident Evil Resistance, и многие тогда подумали, что это какой-то, пусть и многопользовательский, но серьёзный большой проект, но по итогу оказалось, что это такое, скажем так, дополнительное какое-то приспособление, дополнительный контент для ремейка Resident Evil 3, и, к сожалению, он не нашёл своего игрока, потому что в эту игру играли только на релизе, и вскоре онлайн упал до каких-то рекордно низких показателей, после чего, в общем-то, перестали этот режим поддерживать, если не закрыли вообще полностью. Я этого точно не знаю, честно говоря, я тоже играл в него только на релизе, но, по-моему, он тупо сейчас не работает. Ну и, как обычно, смотрим на внутренности, и надеемся, что нас там будет поджидать что-то интересное. Увы, 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 ребята, всё совершенно печально. Ничего нет, диск сделан красиво, как бы фирменный логотип Resident Evil, шрифты, цветовая палитра, которая здесь использована, всё это здорово, но, кроме этого, нет совершенно ничего. При этом я хоть и согласен со многими теми людьми, которые его критикуют, в том плане, что этот режим, он быстро выдыхается из-за того, что там, ну, практически нечего делать. То есть там, может быть, есть занятия на, скажем так, часов на пять, то есть пробежать, посмотреть всё, что там есть, и после этого не хочется возвращаться, потому что всё начинает сильно повторяться, и это уже не так интересно. Но при этом вот эти условные пять часов мне было весело в это играть. Режим прикольный, интересный, креативный, и вот сами главные его механики, они, в общем-то, здесь любопытные. И если бы Capcom как-то повнимательнее ко всему этому отнеслась, я думаю, что у режима могло быть большое будущее. Так, ну а следующая игра, это снова одно из тех исключений, про которые я уже сказал, то есть она была куплена совсем недавно, уже после того, как я сам себе пообещал, игры на PlayStation 4 в физическом формате больше не покупать, но всё-таки произошло кое-что, из-за чего я поступился этим самым обещанием, и, в общем-то, ни капельки об этом не жалею. И эта игра, первая часть, Life is Strange. Она у меня, как видите, в плёночке, новенькая, запакованная, ну, вообще, просто мечта коллекционера, во всех смыслах, и забрал я её, не поверите, буквально вчера. То есть я её заказывал в интернет-магазине, и вчера она до меня доехала, наконец-то, и я её заполучил. С Life is Strange, как с франшизой, так и, в частности, с первой частью, вот с этой частью, у меня связана очень запутанная история, потому что я не мог никак этой игрой проникнуться. Впервые я купил физическое издание этой игры, вот прямо тогда, когда она появилась, то есть это был 2016 год. Эта игра тогда была на слуху, её очень сильно хвалили, очень много лестных слов в её сторону говорили различные издания, да и простые игроки. В первую очередь, конечно же, подмечали и заостряли внимание на том, что здесь отличный сюжет, что это вообще образцовое какое-то, драматическое приключение, а так как я всё такое люблю, то есть игры подобного жанра, подобного направления, это от и до прям моё, то я, конечно же, не мог не обратить на эту игру внимания, но почему-то, когда я её купил, я в ней вообще ничего не увидел. Эта игра выходила в эпизодическом формате, то есть выходил там один эпизод, первый, потом проходило какое-то время, выходил следующий, и так пока не выходили все, что принято называть, именно вот по аналогии с сериальной структурой, с сезоном. Соответственно, я играл уже в полный сезон, то есть когда все эпизоды релизнулись, и поиграв там в первый эпизод, может быть, во второй, я почему-то не смог всему тому, что я там увидел, сопереживать. Мне не нравилось то, что главные героини – это девочки-подростки, ну, вернее, как не совсем подростки, тут вот главной героине Макс 18 лет, если я не ошибаюсь, ну, между 17 и 18, как минимум, и я почему-то вот, даже несмотря на то, что мне тогда было, там, типа, 21 год или 22, по-моему, 21, то есть я довольно близок был к тому возрасту, который был заявлен у главной героини этой игры, но все равно почему-то меня все это совершенно не трогало. В итоге я купленное еще тогда физическое издание продал, а потом через несколько лет снова захотел в эту игру поиграть, и почему-то снова захотел купить именно физическое издание. В итоге я его купил, и, кстати, что в первый раз, что во второй, оно было не вот таким, а коллекционным, потому что вот такого упрощенного, обычного, дефолтного издания вообще, по-моему, тогда не было, и единственный вариант заполучить эту игру в физическом формате был в том, что ты покупал именно коллекционку. Она была не очень дорогой, то есть, несмотря на то, что это была коллекционка с достаточно таким интересным наполнением, все равно продавалась эта игра дешевле, чем, не знаю, обычное издание какого-нибудь эксклюзива для PlayStation 4. Ну и, в общем, купил я во второй раз эту игру, поиграл в этот раз побольше и как-то сильнее ей проникся, доиграл, по-моему, до финала третьего эпизода, но увидел там кое-что, что показалось мне неуместным, я не хочу вам спойлерить это, ну, игра хоть и уже такая, достаточно давняя, но, тем не менее, вдруг вы в нее не играли, и сюрприз мне портить вам бы не хотелось. Ну, просто скажу общими словами, что там была очень большая калька с фильма «Эффект бабочки», и почему-то тогда для меня это стало прям краеугольным камнем, и из-за этого я просто с каким-то диким негативом удалил эту игру и снова продал ее физическое издание. Ну, в общем, шло время, и в прошлом году я решил по-другому как бы приобщиться к этой серии, поиграв и полностью пройдя именно вторую часть, потому что там и главные герои были, хоть и тоже подростками, но парнями, я подумал, что мне лучше удастся себя с ними ассоциировать, и, в общем-то, я не ошибся. Плюс эта игра была немножко в другом таком, скажем так, в другом жанре, то есть она все еще оставалась с драматическим произведением, в ней все еще фигурировали в центре сюжета, скажем так, сверхспособности персонажа, который был в непосредственном нашем, так сказать, поле зрения. И, в общем-то, я не ошибся, да, я смог этой игрой проникнуться буквально с первого эпизода, эта игра меня просто покорила, я прошел ее целиком и был в полнейшем восторге, как от сюжета, так и от различных деталей этой игры и от того, сколько там концовок, а их там целых семь, например, в отличие от первой части, где концовки всего две, и которые, скажем так, ну, которые можно достигнуть не так, как во второй части. Во второй части много факторов, на это влияет по мере прохождения, то есть там в каждом эпизоде, игра тоже выходила по эпизодам, нужно принимать определенные решения, скажем так, руководствоваться определенной логикой, чтобы получить ту или иную концовку, а в первой части вы выбирали себе финал буквально в самом конце. Ну и после того, как я полюбил вторую часть, я решил почему-то сыграть именно в приквел к первой части, да, еще есть приквел у Life is Strange, его сделала другая студия, не та, которая разработала эту игру, и я в него сыграл, он мне тоже понравился, я прикипел к персонажам, которые там, в общем-то, были задействованы на главных ролях, ну и после этого уже было очевидно, что нужно играть первую часть, потому что я уже был подготовлен, и если вот после этого она бы мне не понравилась, то, наверное, никогда бы уже к ней я возвращаться не стал. Но все-таки нет, я прошел первую игру, и я просто совершенно другими глазами на нее посмотрел, она мне очень понравилась, это одна из лучших игр, в которые я играл в своей жизни, теперь я считаю именно так, и я проходил ее, загрузив из подписки PlayStation Plus, и, в общем-то, просто не мог спокойно жить, зная, что я как бы ни копейки за нее не заплатил, при том, что она мне настолько сильно понравилась, ну и решил, в общем-то, поискать ее на просторах интернет-магазинов, потому что в своем городе найти ее я не смог, и вот мне повезло, что я нашел именно физическое издание, скажем так, упрощенное, коллекционку я уже не сильно хотел, на самом деле, я даже какое-то удовольствие испытываю от того, что у меня именно вот в таком виде эта игра, плюс она в пленке, плюс она недорого мне обошлась, так что все в итоге сложилось идеально. Но на внутренности мы, конечно же, не посмотрим, потому что ради этого, конечно же, я не буду ее вскрывать, так что погнали дальше. Ну а третья игра, на которую мы сегодня посмотрим, это японская RPG, жемчужина этого жанра под названием Persona 5. Эта игра, помимо того, что это стилбук издания, для меня примечательна еще тем, что я лично не выложил за нее ни копейки, мне подарил друг эту игру, и я ему безумно за это благодарен, потому что, возможно, я вообще бы в нее не сыграл, если бы не он, хоть она и была мне интересна, после того, как она вышла, ну, про нее там писали не просто какие-то комплементарные отзывы, а вообще, то есть, игра в таком свете выставлялась, что это чуть ли не, что чуть ли не преступлением будет ее пропускать, поэтому, конечно же, я все это держал в голове, но почему-то не хотел ее покупать, ну, возможно, тогда какие-то еще игры выходили, которые мне были более интересные, но в итоге друг сделал мне вот такой подарок, и я с удовольствием прошел эту замечательную игру. Хоть это и заняло у меня около трех лет, я делал большие перерывы, в основном из-за длиннющих данженов, которые здесь есть, я имею в виду именно сюжетных данженов, ну, почему-то мне это все в какой-то момент приелось, и тяжело было через них пробиваться, но, тем не менее, эту игру ни капельки не портит, это просто вот какая-то особенность моего в этом плане восприятия, поэтому я просто время от времени от нее отдыхал, снова в нее возвращался, и кайфовал так же, как в первый раз, когда я ее только-только запустил. Здесь офигенный сюжет, здесь отличная проработка вселенной, очень классный лор, очень много элементов, скажем так, приятной бытовухи, которыми хочется заниматься, и все это в этой игре соединяется воедино в вообще потрясающей пропорции, из-за чего, ну, наверное, не совру, если скажу, что в этой игре вот попросту хочется жить. А даже если жить не хочется, то все равно придется, потому что она очень долгая, сюжет занимает здесь около 100 часов, если не больше. Я понимаю, что эти цифры, наверное, звучат ужасающе, но поверьте, если у вас, как у меня, не будет проблемы именно с данженами, то вы пролетите эту игру чуть ли не на одном дыхании, потому что она очень комфортная, она очень уютная, она очень такая выразительная, настолько, что от нее реально очень тяжело оторваться. Единственное, здесь нет русского языка, то есть нет даже субтитров, поэтому порог хождения, скажем так, не самый минимальный, но если у вас нет проблем с восприятием английского, то мимо этой игры ни в коем случае нельзя проходить. Сейчас уже успело выйти Ройл издание этой игры, в который насыпали дополнительного контента, и, наверное, не имеет смысла брать именно стандартную версию, но, к сожалению, там тоже русский язык не появился, в отличие, например, от недавно вышедшего ремейка Persona 3. Но ничего не поделать, ничего не поделать, разве что играть на ПК, я не помню, кстати говоря, вышла ли она на ПК, но если она есть на ПК, то 100% существует любительский перевод, который, в общем-то, эту проблему вот так вот на раз-два решает. Ну, а само издание сейчас вам покажу, давайте на него посмотрим. Рукав тут вот такой пластиковый, наверное, правильно будет сказать, то есть все основной, как бы основная часть оформления, она именно располагается на нем. Вот. Ну, а стилбук выглядит вот таким образом. спереди, сзади. Внутри все шикарно, роскошно, пестро и очень здорово сделано. Вот так. И давайте глянем, что тут за бумажка. Она всего одна, но, надеюсь, в ней что-то хорошее есть. К сожалению, нет. Опять я, скажем так, поспешил обрадоваться. Ну, тут просто какая-то стандартная скучная информация. Даже управление почему-то не напечатали, хотя это было бы полезно для тех, кто, например, с жанром не знаком и перед запуском игры как-то более-менее там хотели бы узнать, что в ней происходит. Но, увы, ничего этого здесь нет. Ну, бумажка при этом красивая и приятная, что хотя бы такая бумажка в этом издании имеется. так что, в общем-то, сильно жаловаться на это не буду. Ну, и еще вот здесь есть арт, тоже охренительный просто. Посмотрим на него и двинемся дальше. Сегодня подборка, по-моему, вообще замечательная. Вот, каждая игра, которую я касаюсь, которую я вам показываю, просто, ну, лично для меня, по крайней мере, имеет какой-то окололегендарный статус. Хотя, в принципе, это неудивительно. У меня нет плохих игр на PlayStation 4 в коллекции, потому что все, что мне не нравилось, я продавал. Но, вот, следующая игра, это, это вообще, это легенда с большой буквы. Это то, что до сих пор не имеет аналогов. И это игра, которую обязан пройти каждый уважающий себя геймер. А называется она Red Dead Redemption 2. Ну, прежде всего, скажу, что я большой поклонник творчества Rockstar Games. люблю серию GTA, конечно же. И до Red Dead Redemption 2 я, в общем-то, кроме GTA и Bully, ни во что у этой студии не играл. И, в общем-то, не был уверен, что Red Dead мне понравится. Даже несмотря на то, что мне нравится сеттинг Дикого Запада. Но, чем ближе был релиз этой игры, чем больше геймплейных роликов показывали Rockstar, чем больше каких-то отзывов на эту игру появлялась. Я сейчас не помню, честно говоря, засылали ли эту игру заранее кому-то, кто мог написать рецензию, потому что они, например, ну, они вообще очень аккуратно ее продвигали, не распылялись на какие-то долгие рассказы про нее, не делали там миллион трейлеров, в которых рассказывали про каждую там незначительную фичу, которая в ней есть. Короче, они не пытались ее прям в глотку игрокам запихнуть, делали все аккуратно, и возможно, что до релиза прям каких-то таких осязаемых впечатлений от заранее поигравших на нее не было. Но после релиза, то есть у меня эта игра в день релиза, к сожалению, на руках не была, но была вскоре после него, там, может быть, через, не знаю, неделю, через полторы, и тогда уже всякие рецензии посыпались, и там столько всего про нее писали, после чего ну просто невозможно было игнорировать ее существование. Ну и в общем-то все это оказалось правдой, потому что эта игра напичкана просто миллионом различных мелочей, здесь очень подробной анимации, их очень много, все выглядит очень натурально, эта игра очень неспешна, но при этом она не ощущается скучной, я знаю, что есть люди, которые ее не осилили, которые там как-то не выбрались за пределы ее пролога, потому что, ну, может быть, не были готовы к ее такому, скажем так, неспешному темпу, но я вот от себя могу сказать, что если пройти пролог, и после этого просто немножко пошататься по открытому миру, то эта игра раскроется просто вот на сто процентов, от и до полностью очарует тем, что в ней есть, и после этого вы уже не захотите с ней расставаться. Тут очень много различных событий, тут очень классная симуляция открытого мира, здесь много персонажей, и каждый из них просто досконально проработан, тут охренительный сюжет, он вообще, мне кажется, я не знаю, я не назову, наверное, ни одной игры, которая вот даже на сегодняшний день может с ней тягаться в этом плане. Короче говоря, это просто вот что-то, возможно, чего с игровой индустрией не должно было произойти, но, к счастью, все-таки произошло. Для меня еще очень примечательная фигня произошла, скажем так, связанная с главным героем этой игры, когда его показывали в трейлерах перед релизом, я посмотрел и подумал, что он какой-то тюфяк, что он не будет для меня интересным, что главный герой первой части, которую я не проходил, но, тем не менее, даже визуально и по каким-то косвенным признакам он казался мне намного более удачным, но, когда я поиграл в Red Dead Redemption 2, я понял, что был абсолютно неправ. Артур Морган это, возможно, самый человечный, самый правдоподобный, самый убедительный персонаж видеоигр, которого я видел вообще за все время, что я в них играю. Еще немаловажно то, что помимо Артура в его банде также есть еще 11 участников, если я не путаю, ну да, по-моему, всего банда состоит из 12 человек, и каждый из них проработан не хуже. Да, понятно, что Артур все-таки на переднем плане находится относительно них, но тем не менее результат все равно очень и очень впечатляющий. Я все время, вот буквально каждый раз, когда вспоминаю про эту игру, и особенно вот сегодня, когда я рассказываю про нее на видео, хочу вновь в нее переиграть, прям вообще диким желанием загораюсь, но понимаю, что она довольно долгая, и пока что я, наверное, не готов все-таки это сделать, но тем не менее она настолько феноменальная для меня, она настолько потрясающая, что это желание всегда находится где-то поблизости, и рано или поздно я ему поддамся. Сразу скажу, что у Rockstar обычно офигенные физические издания, то есть они много чего кладут внутрь коробок, и я помню даже до сих пор про то, что находится внутри именно этой коробки, поэтому сейчас будет кое-что интересное. Ну, давайте, во-первых, я отмечу то, что игра не вместилась на один диск, вот настолько она гигантская, настолько в ней много всего, она занимает около 100 гигабайт на жестком диске, что для PlayStation 4 тогда было диковинкой, в среднем игры там занимали по полтиннику, а это получается в два раза больше, чем можно было ожидать. Это первый диск, это второй диск, и в общем-то тут еще есть различные бумажки и даже карта игрового мира. Первая бумажка это код на погашение внутренних игровых предметов, я его не активировал, он находится сзади. А, все, всего две бумажки, ну, как, одна бумажка и, скажем так, карта, которую таким пренебрежительным словом, как бумажка, называть как-то неправильно. вот получается первая сторона этой карты, а вот вторая. Ну, и как бы все. Но это все равно очень здорово, Rockstar с любовью относится к наполнению своих физических изданий, и меня, как коллекционера, это, конечно же, очень радует. Ладно, карту соберу потом, ну, еще вам покажу, чтобы вы не думали, что я от вас что-то скрыл. Тут, как бы, на обратной стороне обложки нет ничего. То есть, она тут такая непримечательная. Непримечательная. Так, ну, и осталось всего два диска, и следующий, на который мы посмотрим, это Ghost of Tsushima. Что-то прям подряд пошли игры с открытым миром, скажем так, с хорошей проработкой окружения и драматичным сюжетом, который не оставляет равнодушным. Я не специальных положил друг за другом, но как Carreth Dead Redemption 2, так и к призраку Tsushima эти слова просто на сто процентов применимы. Эту игру я распробовал не сразу, я купил ее незадолго до выхода PlayStation 5, буквально вот думал, что она станет последней игрой, в которую я поиграю на своей PlayStation 4, и в общем-то так оно и случилось, но что-то я ее не оценил, не знаю, ну, у меня часто такое бывает, что, да и у вас наверняка, у любого игрока наверное, случается такая фигня, что в какой-то момент просто неподходящее настроение и из-за этого игру распробовать не получается. Я избавился от диска, который я купил на PlayStation 4, а потом через примерно полгода решил купить его еще раз и поиграть в нее уже на PlayStation 5, ну, потому что для пятой плойки выпустили патч, который добавил в эту игру 60 FPS, увеличил разрешение и, в общем-то, в том числе был дополнительный повод посмотреть на изменения относительно версии для PlayStation 4. Изменения оказались отличными, очень заметными, в 60 FPS эта игра просто расцвела, она стала, конечно же, намного плавнее, она стала приятнее ощущаться, она еще больше за счет этого стала в себя погружать и благодаря всему этому в том числе я прошел ее до конца, ни на что не прерываясь и теперь считаю одной из лучших игр в открытом мире и вообще в принципе одной из своих самых-самых-самых любимых игр. В ней просто зашкаливающая эстетика и это ее, наверное, главное достоинство, потому что открытый мир хоть и не назовешь каким-то революционным, как в той же Red Dead Redemption 2, но даже при своей простоте он поражает тем, как он выглядит, тем, какие акценты на нем и в каких местах сделали разработчики, всякие там способы, скажем так, навигации, которых я, например, до этого нигде не видел. Ну, если не знаете, в этой игре, если вы отмечаете какое-то задание активным, то как бы смахнув, проведя пальцем по сенсорной панели контроллера PlayStation, вас к этой цели, которую вы отметили, будет направлять ветер. То есть, вы будете в таком неком минималистичном визуальном исполнении видеть потоки этого ветра, направление этого ветра и если за ним следовать, то к выбранной цели вы обязательно придете и не заблудитесь. Плюс есть классные штуки, приятные, опять же, которые делают упор именно на эстетику. Здесь можно находить горячие источники, купаться в них и во время этого занятия сочинять хоку. Также есть интересная активность, когда вы встречаете в открытом мире лис, ну, то есть, животных, я имею в виду лис, настоящих лис и если за ними погнаться после таких встреч, то они приведут вас к алтарю, который тоже там оборачивается для игрока определенными плюшками и в конце вот этой погони за лисой ее можно потискать, погладить. Это тоже очень классно сделано, классно анимировано и дополнительно располагает к игре. Плюс здесь просто шикарная боевка, тоже одна из лучших среди игр в открытом мире, возможно, даже лучшая, я вот даже не скажу, где боевка в подобном жанре мне кажется более удачной, ну, не знаю, в Человеке-пауке, например, от Инсомнияк, она не хуже явно, или там, где еще. я не хочу сравнивать с играми, где есть именно огнестрел, потому что все-таки здесь ближний бой и сравнивать нужно с чем-то подобным. Ну вот, если хотите, вот такой сходу ближайший, скажем так, аналог, это Человек-паук-Ат Инсомнияк, но, тем не менее, это дискуссионный вопрос, где боевка из этих двух игр лучше. Ну и, конечно же, здесь отличный сюжет, вообще ноль к нему вопросов, очень классный, местами жестокий, местами очень грустный, местами вдохновляющий, в общем, в нем есть все, что нужно для отличного приключения, для отличной драмы, и, не знаю, разве что человеку, который не любит японский сеттинг, он может не понравиться, но всем остальным, я уверен, что зайдет прям на все сто. Ну и смотрим внутрь, смотрим внутрь, чем же нас эта коробка сегодня порадует. Блин, интересно получается, здесь лежит реклама The Last of Us 2, и она как бы спойлерит то, о чем я буду рассказывать после Призрака Цусимы. Ну, прикольно получилось, опять же, не специально, но очень занятно, очень занятно. Рекламка выглядит вот так, сзади еще есть реклама другой игры, уже не от Sony, она называется Predator Hunting Grounds, это игра если вам вдруг интересно, ну, что-то вроде, что-то вроде, наверное, что-то вроде Evolve от Turtle Rock Studios, где вы в кооперативе играете за команду людей, которые охотятся на большого монстра, здесь вот нечто аналогичное, только вы охотитесь не на большого монстра, а на известного всем хищника. Так, ну, а кроме этого лежит какая-то хрень, в общем-то, снова непримечательная, не будем на нее смотреть, ну, а по самой коробке больше здесь мне вам показать также нечего. Ну, а следующая игра, как я вам уже сказал, как я успел заспойлерить, это The Last of Us Part 2, или, говоря языком русскоязычной локализации, одни из нас, часть вторая. Какой бы спорной эта игра не казалась некоторым геймерам, я считаю, что это отличный сиквел к первой части, и он, конечно, другой, тут все не так, даже жанр, наверное, ну, то есть, стиль, именно вот, подачи истории, то, что в ней происходит, она, вернее, все вот это, в совокупности, оно про другое, если первая игра была неким таким дорожным приключением, путешествием через всю Америку, в котором очень большой акцент делался на семейных взаимоотношениях, то есть, мы управляли Джоэлом, таким, такой ролевой моделью отца для Элли, которая с ним путешествовала, хотя он не являлся ее настоящим отцом, но в результате этого путешествия они сближались настолько, что, можно сказать, становились друг для друга самой настоящей семьей. Ну, а здесь, конечно, уже, хоть тоже есть некое путешествие, но это здесь как бы не является основным стержнем повествования, и все-таки больше внимания уделяется теме мести, теме жестокости, теме бессмысленности насилия. Тут очень явным языком говорят авторы этой игры о том, что как бы порочный круг насилия он не дает ничего хорошего, что это не выход, что бы ни произошло, и, в общем-то, мне нравится как и сама эта мысль, так и то, каким образом она здесь проиллюстрирована. Для меня эта игра была настоящим праздником, я заполучил ее в день релиза, и когда первый раз запустил, и даже несмотря на то, что играл прям с самых первых часов за незнакомого мне персонажа, который был, скажем там, новичком этой серии, ну я имею ввиду Эбби, и то, как все было исполнено, то, как эта игра была поставлена даже вот по первым каким-то незначительным признакам, меня приводило в дикий восторг, и до самых финальных титров я ощущал то, что вообще не часто ощущаю, проходя какую-либо видеоигру. Опять же, возможно, среди тех, кто это смотрит, есть люди, которые либо вообще ничего не знают про The Last of Us, либо не проходили именно вторую часть, и для вас я не буду тоже спойлерить, потому что здесь есть некоторые сюжетные моменты, которые ну прям критически важно не знать перед прохождением этой игры, поэтому не буду заострять на них внимание, но скажу, что все то, что часть геймерского сообщества считает недопустимым в этой игре, что считает спорным, я таковым не считаю, и по-моему, все это сделано здесь уместно, сделано как бы в духе того, что можно было ожидать от развития этой серии после финала первой части, так что у меня лично с этим нет никаких проблем. Эта игра снова на двух дисках, как и Red Dead Redemption 2, она тоже гигантская по наполнению, и это совершенно оправданно, я имею ввиду оправданно то, что она не на одном диске, а на двух. Смотрите, очень красиво сделано, первый диск беленький, второй черный, здорово, классно, контрастно и офигенно все это ощущается, когда вы открываете коробку. Так, бумажек нет никаких, есть вот эта фигня, уже стандартная для сегодняшнего выпуска, да и для некоторых предыдущих, но зато есть двусторонняя обложка, я вам сейчас ее покажу, и это кажется впервые за сегодняшнюю подборку, когда что-то подобное все-таки попалось. Ну, передняя обложка вот она, я вам уже ее показывал, а задняя вот такая. Кстати, альтернативная обложка мне, наверное, нравится больше, но из-за того, что она, скажем так, такая монотонная, то есть тут вот вот эти слова, где PlayStation 4, только для PlayStation, и все остальное, оно никак не выделено, мне это не сильно нравится, поэтому я эту обложку и не переставлял, но при этом вот сам арт мне нравится именно у альтернативной версии. На этом десятый выпуск пылесборников подошел к концу, так что давайте обсудим игры, которые я сегодня вам показал, если вам есть что про них сказать, то, как всегда, добро пожаловать в комментарии, и в общем-то было бы интересно послушать ваши какие-то истории, связанные с этими играми, расскажите, какие из них вам нравятся, какие не нравятся, и вообще, что вы испытываете по отношению к тому, что я вам сегодня показал, или может быть не испытываете ничего, про это тоже было бы любопытно узнать. А с вами был Саня, он же мистер Бройлер, подпишитесь на канал, если еще не подписаны, как всегда, напоминаю про это, потому что это важно, и конечно же поставьте лайк, если хотите, чтобы нечто подобное и дальше появлялось на моем канале. Всех люблю, целую и обнимаю. Пока!